Всем невероятно потрясающего дня! Есть на нашей планете знаковые места, где обязательно надо побывать. Здесь всегда собираются толпы людей, желающих собственными глазами узреть всемирно прославленные объекты. Возможно это суматошно, а порой и накладно, но увидеть эти красоты стоит. Эйфелева башня – одно из самых узнаваемых строений на планете. В 1899 году, сразу после завершения строительства, она стала высочайшим творением человеческих рук, превзойдя монумент Вашингтона в США. Эйфелева башня – самый посещаемый памятник архитектуры и культуры в мире. В 2015 году более 7 миллионов человек приехали полюбоваться на сей шедевр. Центр музыкальных искусств Сиднейский оперный театр открывает свои двери для 8 миллионов ценителей прекрасного каждый год. 350 тысяч экскурсантов проходят по залам и галереям театра. Построенный в 1973 году, этот памятник архитектуры признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО 28 июня 2007 года. Занимая территорию почти 70 тысяч квадратных метров, Пражский град является крупнейшей древней цитаделью в мире, если конечно верить Книге рекордов Гиннеса. Около двух миллионов человек в год покупают билеты на обзорную экскурсию по внутренним помещениям замка, и более 7,5 миллионов человек проходят сквозь ворота и прогуливаются по территории. Построенный еще в IX веке, ныне замок служит резиденцией президента Чехии. Храмовый комплекс Кангхор Ван в Камбодже первоначально построен как индуистский храм для Кхмерской империи. Это самый большой религиозный памятник в мире. С 1990-х годов храм стал крупным туристическим центром. В 1993 году здесь было всего 7,5 тысяч посетителей, а 19 лет спустя, в 2012 году, Ангкор Ват посетили свыше двух миллионов путешественников, что делает его самым популярным туристическим объектом в стране. Изначально она использовалась как защита от врагов во время войны. Длина протянувшейся от западного до восточного Китая Великая Китайская Стена составляет тысячи миль. По некоторым оценкам протяженность стены – 21 тысяча километров. Почти 11 миллионов путешественников каждый год посещают Китай ради осмотра Великой Стены. Тематический развлекательный парк «Волшебное королевство» в Лейк-бэй – Всемирного центра отдыха Уолта Диснея, посвящен героям фильмов студии. В 2005 году его посетили 20,5 миллионов искателей приключений, что позволяет считать этот парк самым популярным в Соединенных Штатах Америки – последние 10 лет. Символ исторического наследия Индии – сказочно красивый Тадж-Махал, построен между 1632 и 1653 годами. Мавзолей из мрамора, цвет ослоновой кости, является классическим примером архитектурного наследия. 8 миллионов туристов ежегодно приезжают полюбоваться этой жемчужной агры. В 2007 году Тадж-Махал объявлен победителем проекта «Семь новых чудес света». 9 Саграда Фамилия – огромная римская католическая церковь в Барселоне, самый известный существующий на данный момент долгострой в мире, начатое еще в 1882 году испанским архитектором Антонио Гауди. Строительство будет закончено только в 2026 году. Тем не менее, объект посещают более трех миллионов ценителей «Прекрасного». После завершения строительных работ самый высокий шпиль храма достигнет 170 метров. Более подробно вы можете ознакомиться с ним, пройдя по ссылке в описании. 9 Этот парк открыл свои двери в 1977 году. Посвящен природе морей и океанов. Парк морских животных, океанариум, шоу с животными. Центр развлечений составляет единое целое и подчинены одной теме. Общая территория парка – 91,5 гектара. Самый популярный парк в Азии и в мире. В год здесь бывают около 8 миллионов человек. 9 Саграда Фамилия – первоначально строившийся в конце 12 века как крепость, Лувр с его весьма характерной архитектурой. В настоящее время самый известный в мире музей с самой большой экспозицией. 380 тысяч объектов и 35 тысяч произведений искусства. Вся история развития человечества представлена в его многочисленных залах и галереях. В год 9,5 миллионов туристов приобщаются к этому источнику прекрасного. 3 Сан-Франциско Соединяющий Сан-Франциско с северной частью Калифорнии, этот мост называют самым красивым и самым фотографируемым в мире. Имея необычайную длину и узнаваемый образ, мост стал одним из символов Северной Америки, который стремится увидеть своими глазами и даже потрогать 10 миллионов посетителей в год. 4 Фарфенон Фарфенон – наиболее важное сохранившееся здание классической архитектуры Греции. Построенный между 447 и 432 годами до нашей эры и довольно хорошо сохранившийся, он стал и олицетворением древности, и символом демократии и современной западной цивилизации одновременно. 8 миллионов человек в год приезжают, чтобы прикоснуться к этой истории. 5 Колизей Колизей, иначе называемый амфитеатр Флавия, представляет собой овальный амфитеатр в самом центре города Рима, как вы знаете, расположенный в Италии. Самый большой в мире амфитеатр может вместить от 50 до 80 тысяч зрителей. В древности Колизей был ареной состязаний гладиаторов, казней, сцен для театральных представлений. В наши дни Колизей остается самым посещаемым местом в Риме, привлекая 4 миллиона туристов в год. 5 Бывшая резиденция французских королей находится в городе Версаль. Великолепные фасады, музеи, художественные галереи делают это место невероятно привлекательным. В 2008 году зафиксировано более 5 миллионов посетителей замка и 10 миллионов прогуливающихся в садах. 6 Лондонский Тауэр Лондонский Тауэр – исторический замок, построенный на северном берегу реки Кемзе в центре Лондона. Его происхождение относит к XI веку. Замок сейчас является одним из самых узнаваемых памятников всемирного наследия. Почти 3 миллиона туристов побывали в замке в 2015 году. 7 Таймс Твер – улица, находящаяся в центральной части Манхэттена, одна из самых многолюдных туристических достопримечательностей мира. 50 миллионов человек в год проходят по площади. Эту площадь называют перекрестком мира, центром вселенной и сердцем мира. Базилика Святого Петра – памятник эпохи Возрождения в Ватикане, папский анклав в пределах города Рима. Один из крупнейших и известнейших соборов в мире, именуемая «величайший из всех церквей христианского мира». Церковь пользуется особой популярностью среди христиан, которые составляют большую часть из 7 миллионов человек, которые приезжают сюда каждый год, чтобы увидеть это чудо своими глазами. Среди популярных российских городов надо отметить Москву и Санкт-Петербург. Последние посещают более 10 миллионов туристов. Также надо отметить и Юг России. Краснодарский край – около 3 миллионов, Ставропольский край – около 2 миллионов туристов. На сегодня все. Оставляйте ваши комментарии, кто где был, какие плюсы и минусы вы вынесли из поездки. Помните, подписка и лайки – это лучшие показатели для автора. Отдельное спасибо за них. До новых невероятных встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова